Малый и средний бизнес региона переживает сложные времена, признали на 8 съезде торгово-промышленной палаты края. Но его участники также подчеркнули, что алтайское предпринимательство стойко выдержало и пандемию, и геополитические перипетии. Число субъектов малого бизнеса сегодня даже немного растет. За 2023 примерно на 4-5%. Сегодня в нашем регионе насчитывается более 77 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня они осуществляют более четверти инвестиций во всю экономику нашего региона. Малое и среднее предпринимательство представлено всеми направлениями, отраслями, сфер деятельности. Пережить сложности предпринимателям во многом позволили меры господдержки, увеличение льготного финансирования, дополнительные налоговые каникулы, моратории на проведение проверок и так далее. Но если эти программы были нацелены скорее на выживание сектора, то сейчас, уже говорят эксперты, пора начинать развиваться. Инвестиционная деятельность, вопросы внешней экономики никто не снимал. То есть нам необходимо расширять рынки сбыта, то есть закреплять свои позиции и положения на рынках сбыта, которые мы сегодня имеем, расширять, находить новых партнеров. Этот вопрос будет, безусловно, решение вопросов кадровых проблем. На уровне края сегодня разрабатывают разные инициативы, направленные на поддержку сектора. Например, планируют уменьшить стоимость патента для ИПшников по некоторым направлениям. Среди них грузоперевозки, услуги дошкольного и дополнительного образования, а также вендинговые аппараты. Те, кто занимаются торговыми автоматами, кофейными, например, в Красноярском крае этот вид вообще выделен отдельно. А у нас в этом году, у них достаточно большие сложности, потому что патенты не получают как на нестационарный торговый объект, ну, мини-магазин. В целью поддержки малого бизнеса и роста налоговых поступлений в бюджет в регионе вновь вернуться к рассмотрению закона о наливайках. Произойдет это в апреле. В целом же, говорят участники съезда, нужно создать комфортные условия для развития важного сектора экономики. Но для этого в ближайшие годы необходимо удержать достигнутые позиции на существующих рынках продаж и утолить кадровый голод. Эффективно решать эти проблемы можно лишь при тесном взаимодействии власти и бизнеса. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.